РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Эфесиным, глава 6, стихи с 10 по 17. Давайте послушаем. Прочие же, братья мои! Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благоествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И же есть глагол Божий. В только что прозвучавшем отрывке мы встречаем две важные мысли, значимые для всякого, кто считает себя последователем Иисуса Христа. Во-первых, апостол Павел сравнивает христианина с воином. Как любой солдат должен иметь необходимую для выполнения боевых задач экипировку, так ее должен иметь и ученик Спасителя. Однако речь идет не о вполне привычных воинских атрибутах защиты и нападения. Апостол говорит о духовных качествах, которые должен приобрести человек. Его поясом, протупеей, должна стать любовь к истине, броней – праведный образ жизни, обувью – готовность своим поведением свидетельствовать о Евангелии. Щитом – вера в Бога, доверие Ему. Шлемом – желание спасти свою душу для вечности. Наконец, мечом – Слово Божие, то есть благодать, которая будет жить в его сердце. Такие сравнения далеко не случайны. Жизнь настоящего солдата связана с постоянным дискомфортом. Ему приходится жертвовать собой, своим удобством, пренебрегать личными желаниями и интересами ради исполнения долга. Точно в таком же состоянии находится и тот, кто действительно старается следовать евангельским заповедям. Ведь суть подлинного христианства сводится к одному – это отказ от себя ради ближнего, способность и навык отдавать то, что для тебя дорого и ценно. Вторая важная мысль, которая содержится в прозвучавшем отрывке – мысль о том, что та война, которую должен вести последователь Христа, это не война против плоти и крови, то есть не война против людей. В первую очередь, это война против духов злобы. Это, конечно, не означает, что Павел призывает нас к занятию разного рода экзорцизмами. Он хочет сказать о том, что порой у верующего человека появляется огромный соблазн доказывать себе самому и демонстрировать окружающим свою веру, вступая в конфликт с людьми, назначая их на роль врагов истины. Почему так происходит? Так уж и строен человек. Выполняя какое-то механическое действие, видя его результат, получая внешнюю поддержку и одобрение, мы испытываем внутреннее удовлетворение. И часто это удовлетворение ошибочно считаем наградой от Бога за проделанную работу. Именно поэтому воины со всей Европы с таким воодушевлением шли в печально известные крестовые походы, а инквизиторы с таким остервенением преследовали инакомыслящих. Однако, по словам апостола Павла, в духовной жизни должно быть все устроено иначе. Вся наша энергия должна быть направлена на борьбу с самим собой и на развитие в первую очередь у себя самого определенных качеств. Да, такая работа очень тяжелая, так как эффект от нее заметен не сразу, и она совершенно неприметна для окружающих. Но потому она и называется подвигом, так как требует намного больше героизма и мужества, чем открытое противостояние людям. А потому будем стараться именно подобным образом организовывать свою жизнь. И пусть она будет скрыта от посторонних глаз и совершаться вопреки всему. Главное, чтобы о ней знал Бог. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ АПОСТОЛЖЕННЫЯ АПОСТОЛЖЕННЫЕ Продолжение следует...